Здравствуйте! Здравствуйте всем! Добро пожаловать в Дом книги, в рамках рубрики «Встреча в Доме книги». Сегодня будет представлена книга, которая уже стала популярной благодаря только одному своему названию, и не только среди взрослых людей, но и среди молодежи, насколько мне известно. Я представлю в начале авторов этой книги доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права Михаил Васильевич Попов, историк, директор фонда «Цифровая история» Егор Яковлев и автор предисловий этой книги Дмитрий Кучков. Я не знаю, у нас есть один микрофон, у нас есть, и, соответственно, кому-то из вас, наверное, придется его первому взять, для того, чтобы начать повествование об этой книге. Дмитрий Юрьевич, наверное, он... Друзья, добрый день. Мы уже презентовали эту книгу в Москве. С презентацией связаны две самых распространенных шутки. Книгу очень быстро расхватали, и над помещением московской международной книжной ярмарки разносился кричит «Коммунизм закончился». Когда я, к сожалению, на презентации присутствовал один, Михаил Васильевич не смог подъехать. Мы с ним созванивались перед началом, и он высказал сожаление, что молодое поколение обложкой может быть введено в недоумение, потому что автора два, а портрета три. На обложке и Михаил Васильевич сказал, что с вами все понятно, вы молодой, поэтому у вас безошибочно определяют вот этого, а по поводу двух остальных у некоторых читателей может возникнуть проблема, кто из них по поводу. Но он сегодня настроен, поэтому логика соблюдена. Вы, наверное, знаете, что эта книга третья в серии. До этого были у нас фашизм и нацизм. Конечно, это отредактированные, литературно обработанные распечатки наших бесед, но, тем не менее, неожиданно выяснилось, что у зрителей канала Дмитрия Юрьевича есть интерес и к такого рода контенту, потому что не все воспринимают на словах, некоторые любят читать. Поэтому, идя на встречу по желаниям зрителей, мы литературно обработали наши беседы, и теперь нас можно не только посмотреть, но и в таком формате познакомиться. Внутри этой книги три беседы о роли Ленина и Сталина в мировом коммунизме. Это очень важная, на мой взгляд, тема, потому что сейчас мы сталкиваемся с целым рядом. На ситуации мифов на данную тематику и между Лениным и Сталином пытаются провести яркий, откровенный водораздел, показать, что эти люди принадлежали к разным политическим культурам и традициям, и друг к другу не имели никакого отношения. Мы с Михаласичем придерживаемся абсолютно полярной точки зрения, и в этой беседе попытались показать, в чем была преемственность между политическим курсом Сталина по отношению к политическому курсу Ленина как лидера и основателя советского государства, и почему они могли действовать по-разному в разных исторических обстоятельствах. Вторая тема – это о национальном и интернациональном русской революции. Это тоже очень важная тема, поскольку большевистскую партию и советское государство очень часто обвиняют сейчас разные публицисты и политические деятели в русофории. Это обвинение беспочвенно и бессмысленно, и вот тем не менее оно часто звучит. Мы с Михаласичем постарались обосновать, почему оно бессмысленно. Ну и третья – наша известная беседа, часто по нему вспоминают, про Гарри Поттер и расовую теорию. Это беседа, в которой мы попытались под таким политико-экономическим углом посмотреть на известное произведение Джон Роулинга. Ну, если кто-то эти видео не смотрел, то можно сейчас прочитать наши беседы, а мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Спасибо. Принцип очень прост. Если у вас есть какие-то вопросы, вы поднимаете руку, мы даем вам микрофон, вы этот вопрос озвучиваете в микрофон. Единственное, что хотелось бы предупредить Зайне, что мы достаточно ограничены во времени, поэтому часть вопросов, естественно, будет озвучена, часть, к сожалению, мы не успеем просто на то, что по времени озвучить. Есть ли вопросы? Есть первый вопрос. Вот поднялась здесь рука. Можно, пожалуйста, в микрофончик? Передайте, пожалуйста. Я могу без микрофона. А, вы видите? Добрый день. Я поднял такой вопрос. С вашей точки зрения, какая разница в понимании коммунизма у него суббитерного же была и у пришедшего Крущева на смену? У Крущева. У Крущева не было понимания коммунизма. Крущева – вульгарный деятель. И предатель делу коммунизма, поскольку он как бы служил на этой небе. Он же был официальным руководителем, партийным работником, поднимался по этой лестнице. Таким же официальным партийным деятелем был Горбачев, которого кликали на Ставрополье в Миноконверте, а он потом стал генеральным секретарем. Таким же был Ельцин, который забирался по коммунистической лестнице, никак ему не добраться было до политбюро. Тогда он выбросил пару билетов и поднялся еще выше, стал президентом. То есть, к сожалению, мы наблюдаем то, о чем, в общем-то, было известно для тех, кто считал государство и революцию в Ленина. Что вот существует большая проблема борьбы с бюрократизмом и карьеризмом. И эту проблему не решишь, вот как сейчас пытаются решить, эту проблему на РУС и так далее, не решишь, что внутри системы управления. Невозможно не решить. Вот надо, чтобы каждый на время становился бюрократом, то есть участвовал в управлении, чтобы все участвовали. И поэтому никто не сможет стать бюрократом. А если есть некоторые жрецы, которые могут вести, проводить, организовывать, а другие то послушать, задавать вопросы и так далее, то вот тогда это искренимая проблема совершенно. Вот в этом отношении, чем отличаются люди, вот в духе и плане той книги, которую мы издали, и которая, так сказать, доставлена прежде всего Дмитрием Юрьевичем, потому что он организатор наших побед, и если бы не его титаническая деятельность по собиранию этих творческих сил, и этих книг бы не было, и выступлений наших не было, и мы должны это все осознавать, и все мы это осознаем. И, конечно, мы должны подлагать Дмитрием Юрьевичу в первую очередь. Так вот, я хочу сказать, что вообще все люди делятся на тех, кто думает об общем деле, и тот, кто заботится о самом себе, прежде всего. Вот те, которые об общем деле, исходя из того, что об общем, в переводе на латинский, это будет коммунист, это коммунисты. Не в формальном смысле, что у них есть парк Билет, что они зачислены в партию, и важно, важно, что он вот за общее дело выступает. Приведу пример. Мы с профессором Золотом были в Новокузнецке во время рабочих выступлений, известных в Кузбассе. Ну и приехали мы по линии движения коммунистической инициативы. Нас товарищ довел до горкома партии, мы там показали нам в окно, где вот находятся мы, и туда не ходим, убили. Ну а мы пошли. Пошли, но нас это там уже и внутри предупредили. Не вздумайте, брать микрофон. Можете остаться без головы. И мы с ними беседовали пять часов, так сказать, под паленым, талящим солнцем. И, наконец, там, после того, как первые два-три часа все, что говорили по телевизору, им это вышло, и мы с этим разобрались. Потом уже хороший пошел разговор, уже не убили бы, если бы мы взяли микрофон. И вот тут, значит, я задаю вопрос здоровенному друг шахтеру, который с нами говорил. Они так в робах, все в резиновых сапогах. Так, так ты за, уже на ты и все. Ты за собственную шкуру или за общее дело? Он говорит, я за общее дело. Я говорю, коммунист. Он говорит, ну и все. И все, мы закончили это все. Вот поэтому, строго говоря, строго говоря, коммунист это тот, кто за общее дело. Ну а тот, кто выше этого общего дела ставит свои личные какие-то особые интересы, это антикоммунист. Это прямая противоположность. Поэтому различия между Сталином, он, так сказать, всю жизнь отдал. И, знаете, ушел он, так сказать, с сапогами, да, так сказать, с зеленым бренчем. Какие он оставил? Активы. Никаких. А Хрущев ушел, ненавидимый всем народом. Развалившим или начавшим развал у могучего Советского Союза. Спасибо большое. Здравствуйте. Слышно? Здравствуйте. Поднимите, пожалуйста, собачку. Собачку. Без собачки не слышно. Здравствуйте. Нет. Да, расслабься. Только у каждого есть, дорогие. Ксен, журналист, переводчик, блогер канала «Русси Пиканус». Пожалуй, самый верный зритель, бразилец вашего канала. О, как. Мой вопрос, у меня три вопроса. Куда подтянулись? Первый, я прекрасно знаю ответ, путешествие по России. Но хочу и по-португальски перевести. Вопрос очень простой. Сработает ли коммунизм? Какой ответ вам дали бы человек, который задает подобный вопрос? А хочешь ли на запад? Второй вопрос. По поводу материализма и религия. Совсем недавно в республике Чечни произошло событие, посвященное диалогам между религиями, памятницами, материализмом или коммунизм и религии. Я это спрошу, потому что сегодня многие люди, они предполагают, что коммунизм – это обязательно отрицание религии. То, с чем я не согласен, даже Маркс по еврейскому вопросу обсуждает этот вопрос. Не считаете вы, что сегодня придется усилить коммунистическое движение с союзными, с такой силой, который всегда был во всем народе, как религия. Сегодня, например, в Китае, в котором коммун-партия старается соединить учения муссионизма и марксизма-мининизма. И третий, и позитив вопрос. Существует такой автор, американский профессор-доктор Майкл Баритти. Он написал в своем книге «Антикаменный спинкерс», которая, к сожалению, по-русски доступна, что самые влиятельные идеологии – это не такие, скажем, которые более выдающиеся, а такие, которые захватывают подсознание каждого человека, и они даже это не заметят. И коммунист, по сути, особенно на Западе, является такой идеологией. Даже профессор Попов, кстати, превратили на генерала в канале сторонников бразильского фашиста Болсонара для того, чтобы представлять, что коммунисты из России запланировали захватить в Бразилии в прессе, а не коммунистское политическое оружие. Не собираетесь ли вы написать книгу также об антикоммунизме? — Давайте начнем с начала. Какой был первый вопрос? — Сработает ли коммунизм? — Второй вопрос к отношению материализма и религии. — Сработает ли коммунизм? — А я тогда думаю. — И третий вопрос к книге про саму религии. — Спасибо. — Я отвечу на один вопрос о соотношении коммунизма и религии. Коммунизм рассматривает основу мировоззрения, основу взгляда на мир как основу вполне материалистическую. И исходит из того, что человек должен освободиться и устроить здесь жизнь, на земле, хорошую для всех. Без всякого исключения. Целью, так сказать, коммунистического производства, в том числе и социалистического, является обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Люди религиозные назвали бы это райным. Поэтому как, вот скажем, коммунисты могут относиться к верующих, которые мечтают о раше? Вроде можно против этой мечты возражать. Другое дело, что, скажем, сильные мира сего, в данную эпоху, это капиталисты, они прекрасно знают, что в Библии записано, что скорее верблюд пройдет через игольные ушки, чем богатый пройдет в рай. Поэтому они обращаются к народу с призывом, вы нам не мешайте здесь устраивать рай на земле, работайте на нас, как в России, за один час вырабатывается зарплата наших работников, а остальное, вот, идет прибавочную стоимость, то есть идет капиталистам, потому что им все равно нужно не попасть. А вы попадете потом в рай, вам будет хорошо, мешайте им здорово жить здесь. Поэтому как относятся к верующим марксисты, и как относятся к верующим коммунистам? Как к людям, которых надо тактично освободать от представления о том, что только там можно достичь хорошей жизни. Тактично это означает, у Ленина спрашивают, а можно принимать верующего по юридическому партию? Ленин отвечает, можно, потому что он освободится, можно от той приниженности, забитости, которая является источником религии, только участвуя в общей борьбе за общее развитие, за общее лучшую жизнь. А, скажем, поэтому, продолжая дело французской буржуазной революции, коммунисты считают, что религия – это частное дело каждого человека. Но веровать в человек, не мешать ему, вот сказать, отправлять свою веру. И никоим образом не надо мешать, и ни в коем случае не преследовать, не обижать чувства верующих. То есть, я думаю, что вот позиция здесь вполне ясная и понятная. Надеются же, что такие люди должны на что? На себя и на объединение трудящихся, и на борьбу самих трудящихся за лучшую жизнь. Спасибо. Спасибо. Давайте я, пускай, отвечу на первый и на третий вопрос. Значит, сработает и коммунизм? Да, конечно, сработает, когда для этого созреют соответствующие предпосылки. По поводу книги про антикоммунизм, понимаете, мы все, кто работает на канале Опер.ру, мы все, наверное, хотим написать очень большое количество книг, потому что я вот общаюсь с ребятами, у нас у всех куча просто идей, но написать про все невозможно. Поэтому, скорее, ответ на ваш вопрос нет. Есть более актуальные для нас темы. Что касается вопроса о коммунизме и религии, это очень интересный вопрос, и постоянно я сталкиваюсь с этими самыми ожесточенными спорами на эту тему, выскажу свою точку зрения, которая в чем-то, может быть, дополнит то, что сказал Михаил Васильевич. Значит, мое представление о соотношении религии и коммунизма во многом было сформировано под воздействием работы Энгельса о первоначальном христианстве, потому что буквально во первых строках этой работы Энгельс пишет о том, что деятельность революционного рабочего движения в Европе во многом схожа с деятельностью ранних христиан. И дух раннего христианства, несомненно, живет в деятельности революционеров XIX века. Их роднит презрение к наживе, презрение к карьеризму, отверженность и стремление создать нечто лучшее для людей, чем то, что есть на данный момент. Дело в том, что христианство, безусловно, было революционной религией в момент своего появления по отношению к тому укладу, который существовал в Римской империи. Что давало христианство в ранге века своего существования по отношению к языческой власти Римской империи? Оно выводило человека из логики существования в Риме. Оно было своего рода вызовом к господствующим слоям в Римской империи. Оно говорило, что да, пускай мы здесь унижены и оскорплены, а вы здесь господа, но существует мир, в котором мы будем равны. И существует Бог, перед судом которого ваш земной суд не имеет никакого значения. Это был вызов, безусловно, для Рима. И именно эта революционная идея христианская, она, собственно, Рим и погубила в результате. Но дальнейшее развитие христианства, вот эта революционная идея, была дальнейшим осознанной господствующими классами. И они, как пишет Эндрис, приспособили ее под свои собственные нужды. Они сказали, да, окей, действительно существует этот загробный мир, вот, и все решается там. То есть то, о чем говорит Михаил Васильевич, ну, изначально идея христианства была не такой. И вот эти два потока в христианстве, они впоследствии сражались в течение веков, как, скажем, в средневековое восстание Уотта Тайлера или же Акерия, они проходили под лозунгами возврата к старому христианству, который уравнивал всех людей, вне зависимости от их имущественного и социального положения. И я считаю, что вот эти идеи первоначального христианства, о которых с восторгом писал Энгельс, более сдержанно, но тем не менее, тоже отзывался Лейгин, они не устарели, и они носят большой прогрессивный характер и сегодня. Они и сегодня являются вызовом для сильных мира всего. Это, конечно, не имеет никакого отношения к каненной церкви, к бизнесу, связанному с отправлением религиозного культа. Но, тем не менее, христианская этика по-прежнему является прогрессивной. И это выражается в частности... Вот вы поразились, вам, наверное, это более понятно, потому что эти идеи получили широкое хождение именно в Латинской Америке. Там популярна теология освобождения. И есть известная речь Китая Кастрона, эту тему, где он говорит, что он не видит противоречий между христианской этикой и идеями марксизма и ленинизма. И, с моей точки зрения, с точки зрения коммуниста, противоречия действительно нет. Человек, который стоит на материалистических позициях, ни в коем случае не должен опускаться до оскорбления религии. Для него Христос – это первый или один из главных мировых революционеров. Если ты уважаешь революционеров прошлого, то Христос – это один из них. Он совершил многое, многое сделало для революции. А если ты верующий человек, который не стоит на позициях материализма, то это твоя позиция и это твое частное дело, как сказал Михаил Васильевич. То есть здесь вопрос именно терпимости и понимания. Но ни в коем случае не оскорбление и тем более не наглумление. Это ничему хорошему не приведет. Вот такова моя позиция. Спасибо большое. Я можно сразу запекать вперед? Попрошу избежать той истории, как в старом добром анекдоте. Это очень люблю его теоретически рассказывать. Когда поймал мужик Джина, потер его, то обязательно три желания могу исполнить. Хочу быть бессмертным, богатым и самым красивым. Это раз. Поэтому, если вы будете задавать вопросы, то давайте по одному вопросу, потому что народу много, кто хочет задать, соответственно. Это проявляется. Они у нас не могут. Давайте мы даме слово предоставим, для того, кто будет вас и вас, соответственно. Прошу. Спасибо большое за возможность предоставлены. По поводу как раз сахарских настроений, партийных деятельностей. Почему мы на меня посмотрели? Нет, 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 не на вас. Я волнуюсь просто. Вам вопрос такой следующий. Вот как вы считаете, почему во время революции в окружении Владимира Гринчан как-то на слух не приходят Иванов, Петров, Сидоров, Яковлев, Попов? Все больше там Розенфельд, Цидербаум, Арктихбаум, Бронштейн, Коган, ну там и Ижесни. Такой просто вопрос. Ну, это достаточно странная позиция, на самом деле. Неужели вы никогда не слышали фамилию Рыков, например? Неужели вы не слышали фамилию Дебенко или Крыгенко? Это члены первого советского правительства. Ну, там много других фамилий. Ну, это естественно, но хорошо. Ну, допустим, я вам назову представителей белого движения, например, Бермонтовалов или Врангель. Это же тоже не русская фамилия. Люди осуществуют, что Российская империя была империей многонациональной, как и сегодняшняя Россия. И поэтому вполне естественно, что, как и в элиту Российской империи, если вы посмотрите список придворных чиновников, вы увидите, что там очень много немецких, например, фамилий. Но уважать не смущает. И тут вдруг вы говорите о Розенфельде или Цидербанде. Речь идет о том, что, да, действительно, и в революционном потоке тоже были инородцы, и их было немало, и значительное число евреев там присутствует. Это связано как раз с революционной политикой Российской империи, которая поощряла в течение многих лет существование черты оседлости и дискриминационное положение еврейства в России. Был огромный миграционный поток евреев из Российской империи, очень большой, но еврейская певнота уехать не могла. Она находилась в дискриминационном положении, была вынуждена жить в ситуации, когда вполне распространенным явлением был еврейский погром. Самые страшные в Кишиневе, в Одессе, в царствовании Николая II. И это вполне естественно подталкивало их к участию в революционном движении. Поэтому, да, евреи там были, но нельзя сказать, что их этническое влияние, они все были интернационалистами, и они себя как этнические евреи или религиозные иудеи не идентифицировали. И многие из них сыграли достаточно большую роль в создании Советского государства и в победе, впоследствии Великой Отечественной войны. Поэтому никакого противоречия тут нет. А есть старая черносочная легенда, которая пестовалась в монархических кругах о том, что революционное движение – это не естественный процесс по завоеванию народными массами демократических прав. интриги черного, злобного и всегда предыдущего заговора жидомасонства. Во главе этого заговора стоит американский банкир Якоб Шиф, который находится в Нью-Йорке, и оттуда придется черные сети. Это он дает деньги Ленину, это он дает деньги Троцкому, сверху, это вообще его дальние свои пристраивали. И сначала эта концепция реализовалась через целый ряд фальшивок, которые циркулировали в околомонархических кругах. Первое и самое главное – это протоколы сионских мудрецов, в которые до определенного момента верил даже император Николай II, пока Петр Аркадьевич Столыпин ему не объяснил, что это бред. После этого Николай II уже в это не верил. Потом это все реализовывалось, и сейчас на самом деле реализовывается, через лютые сказки про то, что убийство Николая II было ритуальным. И наши церковные иерархи, допустим, случайные оговорки, потом вынуждены оправдываться, что они не то имели в виду, и что это типа такое, типа, ну вот его же расстреляли по правилам, ну это значит, это тоже ритуал. Ну, смешно просто такое слушать. Понимаете, это легенда. Еще раз повторяю, что вливание инород в революционный процесс, оно было вполне естественным и объяснялось, и дистрибинационным положением этого народа или этих народов было революцией. Вот никаких других причин этому нет. Спасибо. Молодой, передайте, пожалуйста, микрофончик. Здравствуйте. Я просто хотел задать вопрос в сторону, да, про христианство, как заговорили. Сейчас я читаю книжки про крестовых походах. И если очень коротко, да, чтобы все не вводить в сторону, в каких авторах вас советуете на эту тему? Я сейчас буду книжку Федора Успенского. Федор Успенский – это очень хороший автор, с которым, безусловно, надо познакомиться. Я здесь выступаю плохим советчиком, потому что, как говорил мой учитель, профессор Подболотов, что я могу рассказывать про Рюрика, только сказки. Объясняю, что каждый историк – это специалист в своей области. Я плохо знаю историю крестовых походов, может быть, колени мои знают что-то большее. Вот, может быть, Дмитрий Руба, Виллар Дуэр, непосредственный участник всех резул, очень хороший. Ездил бы в Норвич про Венецию и Кришко-Венецианская республика, там очень хорошая глава про то, как они грабили Константинополь, ну, чтобы два раза не вставать, пока святую землю, там, ну, один город, Зарова, Розарин, Константинополь, Розарин. Очень хороший. Там суть, где есть научный аппарат, все пока это. Спасибо большое. Молодого человека, передавайте, пожалуйста. Здравствуйте. Возвращаясь к системе коммунизма, в Вашей книге наиболее полно раскрыто развитие коммунизма в Советском Союзе. А что Вы скажете по поводу развития коммунизма в других странах социалистического блока, таких как Польша, Чехословакия или даже Югославия? Я думаю, что Вы задали вопрос о других странах. Вы предлагаете какие-то избранные Вами страны, а надо взять те страны, где идет развитие коммунизма. Прежде всего, это те страны, в которых не только совершила социалистическая революция, но и не прошла контрреволюция. Такие страны сейчас есть, их много. В них живет полтора миллиарда человек. Это Китайская Народная Республика, миллиард 380 миллионов. Это Социалистическая Республика Вьетнам, победившая Соединенные Штаты Америки при поддержке Китая и СССР. Это там 90 миллионов человек. Это Корейская Народная Демократическая Республика, низшая фаза коммунизма, в которой есть родимые пятна. Вы качаете головой, тем самым подтверждаете то, что говорил Маркс, что в первой своей фазе, в первой своей ступени коммунизм не может быть вполне зрелым, вполне свободным от следов и границей капитализма. А уж переходный период, что никак не могут усвоить люди, потому что все остальные социалистические страны, добавлю сюда Кубу, которая была уже не только социалистической страной, но и страной, построившейся СССР, превратила миллион рабочих в самозанятых, то есть в мелких буржуа, и ушла снова в переходный период от капитализма к коммунизму. А чем закончится переходный период? Вы же понимаете, там решается вопрос, кто кого, и очень остро. И, скажем, наши китайские товарищи больше читают очень плохие книги по экономике, про рынок, про движение на рынок и так далее, и не очень знают нашу литературу, потому что литература у нас выходила разная. В основном, вот период движения Советского Союза от коммунизма к капитализму с 1961 по 1991 год, 30 лет, на гребне нашей идеологической литературы были антикоммунистические книги по своему содержанию, но социалистическими словами. Или с глупостями, вроде развитого социализма. Предпишется все три слова отдельно. Мы вступили в этап «Разве то социализма». Описали вместе. Вот я думаю, что если так посмотреть, еще я иногда был ловоз 6 миллионов, на кубе 11 миллионов, итого полтора миллиарда человек продолжают движение, и мы обращаемся тем самым к второй части, к второй беседе нашей книги о интернациональной национальной революции. Наша национальная революция, которая совершалась при поддержке рабочего класса, прежде всего, европейских стран и других стран. И вы знаете, что она была многонациональной не потому, что там были евреи, там кого там только не было, и латыши, и дзержинский, вы знаете, поляк, вот вам и больше, там все присутствовали. Это победа мирового пролетариата при поддержке европейского пролетариата и имеет всемирное историческое значение, потому что вы возьмите любую ныне существующую социалистическую страну, то есть такую страну, в которой еще социализм не построен, а просто совершена социалистическая революция, они ведут борьбу между капитализмом и кумунизмом, возьмите любую эту страну, и вы... Ни одна из них не обошлась без поддержки Советского Союза. Продолжателем, так сказать, историческим делом Советского Союза является нынешняя Россия, а более конкретно те у нынешней России, которые за кумунизмом. Спасибо большое. Вот у нас тут два молодых человека, очень активно шептались, и получили право задать вопрос. Поделительный борьб. Он включен, он включен. Я просто не поверю. Своё ли Ленин, по вашему мнению, иным вдохновителем народа, идейным практически идейным вдохновителем народа? Истачек? Или это были иные представители партии большевиков? Можно было бы учить это за 20 минут? Или же это были изначальные идеи коммунизма и сочинения Нембльса и Марцин? Ну, эти наброски, естественно, я не понимаю. А кто автор вопроса? Я... А почему у вас, да, я другой? Человек, у вас разделены... Ну, он как старый партийный руководитель, у них спичрайтеры. А, ты подрабатываешь, да, спичрайтер? Прямо Ркатий и Борис Стругацкий в юности. Да, конечно, Ленин был вдохновителем народа, но что ты имеешь в виду? Вот, например, стачки, политический протест в рабочей среде вырабатывался и без Ленина. Ленин был тем человеком, который придал ему политический смысл и возглавил его, когда сложилась революционная ситуация, понимаешь? Это слишком сложно. Вот почему они вдвоем вопросы. Да, ну, какая ступа, ну, задаем просто прикольно. Ребят, понятно? Да. Ленин появился, когда приехал из эмиграции в апреле 1917 года, когда февральская революция уже произошла. В этот момент власти находилась... Ты не знаешь, что это, да? Я вообще тебе отвечаю. Да. Власти находился кто в этот момент? Временная провинция. Да, Керенский. Еще не Керенский. Временное правительство, вот это располагал князь Семенов. А Временное правительство хотело установление в России стандартной буржуарной государственности. Но в это время шла Первая мировая война. Первая мировая война обнажила противоречия между крупной буржуазией, заводчиками, фабрикантами и рабочим налогом, потому что буржуазия на войне погатила. Почему она погатила? Потому что она получала военные заказы. Стране же надо воевать. Буржуазия забирала на эти военные заказы цены. Военные заказы оплачивались из казны. Вся прибавочная стоимость уходила буржуазии в карман. А рабочее население, которое, собственно, и делало, трудилось над этими военными заказами, нещало. В результате противоречия между буржуазией и рабочими резко обострились. Рабочие интуитивно это чувствовали. Но прибывший в Петроград Ленин сумел это оформить в понятные для рабочих лозунки. И призывал рабочих свергнуть буржуазию и установить советскую власть, через которую бы реализовывались их интересы, а не интересы буржуазии. Понимаешь, что ему и удалось в результате октябрьской дворицы? То есть Ленин был рупором? Ленин был не рупором, а Ленин, как ты правильно сказал, в вопросе был вдохновителем и объяснителем, и лидером этого процесса. Он его возглавил, он безошибочно угадал чаяние рабочей массы, возглавил ее и привел ее к желаемому результату. Рупором он тоже был переживан. Рупором была газета «Правда». Еще вопрос, господа. Я правильно здесь. Да. Давайте, пожалуйста, по вопросу… Да. У меня вопрос, я думаю, в 30-х годах по поводу дела Михаила Николаевича Тухачевского и других ряда маршрутов Советского Союза. Как вы считаете, именно про Тухачевского, он действительно был каким-то военачальником, которому мог бы помочь в Великой Отечественной войне, и внешне вообще какой-то склад. Или это просто пустая болтовня, и он был просто таким амбициозным человеком, который назвался властью и пытался стоить военцем. Мне кажется, что есть такая психологическая установка у ряда людей, которые, когда произошла трагедия, ищут в прошлом какие-то крючки, которые могли бы от этой трагедии уберечь. Вот если бы что-то произошло, то этого бы не было. И переносит таким образом свои надежды и свои страдания от произошедшей трагедии, переносит эти надежды на человека, ищет фигуру, которую они наделяют фантастическими качествами, на которые могли бы ей позволить уберечь от произошедшей трагедии их и всю страну. Вот в данном случае с Тухачевским превышло, на мой взгляд, именно это, потому что мы понимаем, что мы понимаем, что Михаил Михайлович Тухачевский не был полководцем ранга Александра Васильевича Суворова или Наполеона. Да, это был не бездарный человек, но абсолютно не наделенный какими-то фантастическими военными дарованиями. Это был вполне стандартный советский полководец в том что он ему не заканчивал родине генерального штата, не стоит преувеличивать его образование. Да, он проявил себя как неплохой военачальник гражданской войны, но, например, в Советско-Польскую войну наступление на Варшаву он проиграл, причем проиграл с Третью. Его работа над подготовкой страны к Второй мировой войне оценивается историками очень неоднозначно. То есть его экспертные оценки новых видов вооружений весьма сомнительные. Поэтому говорить о том, что это была, ну то есть есть две полярные точки зрения, что это был гений, который всех выспас, это точно напрасная крайность, и точка зрения, что это была полная бездарность, которая сразу бы все проиграла, это тоже напрасная крайность. То есть да, наверное, если бы так случилось, что Тухачевский был бы жив и занимал какой-то военный пост в ходе Великой Отечественной войны, да, наверное, оказался бы он в пределе. Но что события пошли бы принципиально иначе, этого бы точно не было. Я думаю, что, на мой взгляд, единственный полководец временем гражданской войны, который показал себя как выдающийся стратег в ходе Великой Отечественной, это Сталин. Других полководцев не было. Война выдвинула полководцев нового типа, которые перед началом, ну, перед 39-го, до 39-го года были малоизвестны. Поэтому я не отвечаю на ваш вопрос. Да, я не думаю, что Тухачевский сыграл бы какую-то значительную роль в событиях Великой Отечественной. Что касается военного заговора, стоял ли он на этих позициях, этого доподлинно не знает точно никто. И нет в России человека, который бы сказал вам точно, что там происходило. В первую очередь, потому что мы не следственное дело Тухачевского наполовину засекречено до сих пор. Мы не знаем, что там было на самом деле, но я бы сказал так, что наиболее реалистичным, на мой взгляд, является следующая трактовка. Михаил Николаевич Тухачевский был очень недоволен руководством наркомата обороны, лично аккрементом Евгеньевичем Ворошиловым. Он его не любил. И, возможно, в среде Тухачевского, скорее всего, в среде Тухачевского увеличится разговор о том, что Ворошилов не учебен, о том, что он никакой не военный, что это сухополитическая фигура, которая, наверное, проводит, если бы поставлена во главе наркомата обороны, исключительно потому, для того, чтобы проводить решение вождя политического руководства. Но в случае возникновения войны Ворошилов окажется плохим руководителем, и нужно убрать его до того момента, как начнется война, и, соответственно, занять мучевые посты. Распространялась ли эта критика Ворошилова на критику Сталина, сказать сложно. Возможно, что ее распространялось. Но сто процентов обязательств у нас нет. Поэтому, естественно, что в условиях, когда нападение Гитлера ждали с минуты на минуту, а ждали его как минимум с 1938 года, после Мюнхенского разговора точно, понятно, что Тухачевский был человеком, в этих условиях подобные разговоры, они уже трактовались как измена, как политическая нелояльность. поэтому арест и Катюк Пахчевского в этих условиях были неизберены. Спасибо большое. Еще, наверное, два вопроса мы можем задать сейчас. У меня вопрос только по поводу, возвращаясь к революции, сейчас, в данных реальных, переход к коммунизму платный, постепенный, без каких-то там военных действий. Возможен или строгая революция, строгая какие-то военные действия, оброра, судьба и так далее? И если возможно, то у нас, например, потребуется время. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что мы в качестве такой революции, про которую вы говорите и мечтаете, имели как раз Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Оброра не стреляла один раз, стало стым. Так, те люди, которые пришли, 500 человек с Северного фронта, для учреждения, начать и слушать, чтобы не было стрельбы. Теперь защищал земли. Великой Батальон и Инфера. Скажите, пожалуйста, может быть стрельба, какая-то большая борьба между Петроградским гарнизоном, который был на стороне большевиков, и плюс это усиление, о котором я говорил, и вот этим самым гарнизоном. Поэтому вы пойдите на Марсово поле, там вы видите много жертв буржуазной революции. Вот она кровавая. И во Франции была кровавая буржуазная революция. И там не просто отрубали, а специальные ножницы делали, с помощью которых эти головы отлетали. А у нас, зайдите, пожалуйста, где у нас кладбище, где похоронные жертвы оттягивали. Нету такого кладбища, но я вам могу сказать, что в парке Весно-Технической Академии есть одна листья могилы. Тех, кто погиб в октябре 1917 года. Более того, то есть более мирная революция, ну, можно только считать, вот революция в Чехословакии, когда вышли там вооруженные рабочие, рабочие милиции, а также работники органов безопасности. И буржуазные партии вышли из правительства, думали, что оно пойдет, а им сказали, больше вы туда не воюете. Но там стояли советские войска, поэтому мирная революция, это всегда вооруженная, и очень хорошо вооруженная, и обеспечен перевес сил. Я думаю, что этот вопрос можно превратить в нечто позитивный совет, что революцию надо делать таким образом, чтобы был обеспечен такой перевес сил, чтобы не сопротивляться этой революции, это невозможно. Это обеспечивается советским характером революции. Кстати, и решаются все национальные вопросы, о которых вы говорили. В советах было большинство русских и русских. Но, разумеется, скажем, в национальных каких-то регионах там были, если там чуваши, так там чуваши были, а если татары, так и татары. Поэтому в советах, который находился кто? Прежде всего, в советах рабочих, рабочий класс. В советах крестьян, крестьяне. В советах интеллигенции, там не было, что интеллигенция всегда помогает делать революции. Ну, особенно, так сказать, каких-то органов, чтобы она создавала. Трудно себе представить, как вы себе представляете, чтобы наш брат что-то такое создал. И хотя мечтают некоторые товарищи, представители умственного труда, что они самые передовые, хотя на самом деле они самые знающие. И в свое время Ленин обращался к Приханову, я вручал внимание на его высказывание насчет того, что каждый интеллигент, конечно, средний, больше знает, чем каждый рабочий. Но мы говорим не о знании, а о сознании. Осознание предуказывает поведение рабочим из гораздо больше определенности, чем положение интеллигента. Поэтому интеллигенты выражают интересы всех классов. И во всех партиях в горкушке есть интеллигенты. Вот картина, которая тут складывается. Поэтому делать надо советскую революцию. Вот советская революция обеспечивает самый бедронный характер. Вот скажите, пожалуйста, а гражданская война, это на совести тех, кто против нее выступает. Потому что, ну вот если мы победили, а вы хотите обратную власть забрать, кто тогда источником гражданской войны? Ну не те, кто победил в революции, а те, кто является контрреволюционерами. И это надо очень четко понимать, что ответственность за гражданскую войну, и в том числе и за жертвы, которые были, несет вот та пружащая, про которую Ленин говорил, и помещики, которые не хотят расставаться с своими богатствами, которые они награбили у народа. И поэтому они пойдут на всякие прочие козни. И поэтому революция должна быть наготове. И мы ведь не хотим быть так группой офицеров, которым другая группа офицеров даст по шапке, и на этом закончится всякая революция. И не будем мы такой революции. Поэтому революция – это дело народное. Поэтому, а если это не народное, то переворот. Между прочим, в Октябрьскую революцию, в столетии, которые мы отмечали, речь шла не о том, что это вот просто переворот, а это действительно великая революция. А посмотрите, что было в столетии октября. Во-первых, соединяются две революции буржуазные и социалистические. Две самые разные, принципиальные разные революции, как две разные эпохи сливаются. Это делают буржуазные идеологи на государственные деньги, которые проводили всякие конференции. Была одна революция, а выдача в Октябрьский переворот. А вот если это Армения, Молдавия, Украина, там революции. Или революция Россия, или Бархатная, или в Киргизии она революция Тюльпанов. Хотя, на самом деле, это обыкновенные перевороты в рамках той системы классовой, которая уже сложилась, и без смены у власти господствующего класса. Поэтому, если будет революция, все будет хорошо. Спасибо. Финальный вопрос. Владому человеку, передайте, пожалуйста, микрофончик, он уже давно очень просит. И у вас же один вопрос. Главное, не тревожим завтра. У меня вопрос такой. Я думаю, очень много в ваших роликах. Вы говорите о том, что Первая мировая была, во-первых, пусковым крючком для появления революции, а во-вторых, то, что сейчас классовое сознание спит в 98-м. И вопрос не такой. Не кажется ли вам, что в нынешних условиях тоже должна быть такая условная первая мировая война, которая людей заставит пробудиться, заставит обострить эту противоречию международную. И если нет, то что тогда должно быть вместо этого это вам предложение быть в христии. Как вам Василий Гаврилович, святых, а именно полнородные. Спасибо. Спасибо большое. Значит, сначала по поводу войны. Ну, безусловно, Первая мировая война была спусковым крючком революции, потому что она кричаще обнажила те классовые противоречия, которые существовали, в частности, в российском обществе, но на самом деле не только в российском обществе, потому что революционное движение охватило тогда всю Европу. И главным виновником этой войны, которая продлилась четыре года и которая убила огромное количество людей по всей Европе, по Европе, которая обездолила семьи, мыслился в значительной, в святизначительной части людей именно капитализм. Именно он заставляет продолжать эту войну за сверхприбыли, за торговые коммуникации и бенефициаром этой войны будут люди, которые не воюют на фронте. Бенефициаром этой войны будут люди, которые сейчас сидят в тылу, которые получают сверхприбыли от военных заказов, которые прожигают эти сверхприбыли на глазах унищающего населения. Это не могло не привести к революционному движению по всей Европе и привело к нему. Просто Россия, как наиболее отсталая в социально-экономическом смысле, страна первой пошла по этому революционному пути, тоже не могла не пойти, потому что условия для революции были более благоприятными. Безусловно, в смысле, любая затяжная война, она эти противоречия в буржуарном обществе отражает. То есть, буржуазия стремится получить максимальную прибыль за счет народа. пока народ хоть как-то может существовать, гласовое сознание спит, о котором вы говорите. Но когда народ погибает, когда Петров по ручку оторвало ноги, помните, как у Маяковского, когда он нищает, когда уже нет хлеба, когда в стране введет сухой закон, но аристократия и крупная буржуазия находятся вне его, это очень явно показывает различие, что все вроде равны, но некоторые равны, то, естественно, начинает классовое сознание просыпается и народ трудовой начинает бороться за свои права. Изначально это происходит в формате бунта, а затем уже переходит в формате стихийного бунта, а затем оформляется политическое движение и осуществляется революция, как это произошло в России в 1917 году. Поэтому мировая война, конечно, это катализатор революционных событий. Я не совсем согласен с тем, что классовое сознание спит, потому что оно начинает просыпаться, посыпается в последние годы, мы являемся свидетелями кризиса, которая в нашей стране, к сожалению, углубляется, последние события, связанные с принятием закона о повышении пенсионного возраста, все они не могут проходить все эти события, они не могут проходить бесследно, они просто самим фактом своего существования заставляют людей задумываться, а почему так? При том, что мы видим, конечно, сейчас не такая ситуация, как в 1917 году, но тем не менее, мы продолжаем видеть, что сверхприбыли крупных поднимателей, которые всего добились сами, они колоссальны, но тем не менее, не удается найти денег для того, чтобы пополнить семипенсионный фонд. Этот простейший вопрос, который, я думаю, многим приходит в голову, не может не пробуждать классовое сознание, поэтому, чем дальше этот кризис будет углубляться, тем больше таких мыслей будет у людей, и, скорее всего, эти мысли получат политическое оформление в каком-то обозвенном будущем. Приведет ли это к складыванию революционной ситуации, сказать сложно, невозможно, но понятно, что мы все с вами как здравые взрослые люди, мы не можем желать войны. Любой здоровый человек не хочет желать страшных событий, которые, скорее всего, приведут к гибели его знакомых, близких, может быть, к гибели его самого. Но как люди умные, мы должны понимать, что капитализм в империалистической стадии не может и поражать войну. Это неизбежность. Это такая же неизбежность, как дождь, снег, град, море, волны. Все это объективный закон. И существуют сдерживающие факторы, которые препятствуют мировой войне сегодня, в первую очередь в наличии у основных стран мировой биржи объединенного оружия. Сколько времени еще будет работать этот фактор, непонятно. Но в целом капитализм всегда является беременным войной. И это надо очень четко понимать. спасибо большое. К сожалению, наше время вышло. Обычно по традиции всегда прошу что-то напоследок сказать хорошее, но уже мы совсем вышли за пределы времени. Поэтому еще раз большое спасибо авторам книги Михаил Васильевич Попов, Егор Яковлев, Дмитрий Кучков. Книга «Коммунизм» с громким названием «Коммунизм еще есть», поэтому можно брать. Переходим к важной части вечера. Это, собственно говоря, автограф-сессия. Спасибо большое всем за активную часть и вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.